всем привет вот наконец у меня дошло время и руки до исеки трактор такой есть сегодня я хочу заснять небольшой порно фильм сильно правда не это не ругайте меня сразу хочу я вот этот вал видите вот сломанный дел грубо говоря сварить коллектор сваркой ну хозяин дал добро как говорится по сути тут портить уже сильно нечего но попытка не пытка может быть что и получится из этого для начала чего я сейчас делаю сниму здесь фаску под ноль этот кусок вырежу полностью потом я вложу вал в блок поставлю и уже буду в блоке прямо варить чтобы его сильно никуда не вело но естественно собьется там посмотрим что будет работать от двигателя но скорее всего придется новый брать не получится заводить значит там уже дальше будут так что возможно начинается у нас новый сериал многосерийный сейчас первая серия удачная получится так что все рассмотрим дальше для начала сейчас уберем вот эти булочки это вот у него тут сделана система как у запорожца на втулках вал корень и сейчас вот здесь вот они тоже втулочки все дела сальник надо аккуратно сейчас вытащу чтобы не дай бог его не сжечь потому что температура будет нормально охлаждать его не буду буду варить за раз весь ну вот все вытаскиваем пробу так вот ставили ваут как он был вот я хотел его сразу фаску снимать хорошо не снял куда-то ты ты смотри куда снимаешь андрюш сейчас что я сделаю с этой стороны сделаю фаску с внутренней проварю его прям на месте пока его можно соединить чтобы он на свое место примерно хоть стал потому что она вся эта часть болтается а потом уже когда там заварю вытащу его здесь уже разделаю фаску и буду же отсюда заплавлять тоже скорее всего наверно месте так что вот как то так все сейчас мы вытаскиваем и снимаем фаску туда покажи он сайте снимается вот этот интерес в одном положении можно снять получается раз противовесу здесь вот блок вы только его можно вот так запихать как говорится ну чтобы было понять покажу фаску с этой внутренней части вот здесь не надо очень аккуратно проварить чтобы здесь ничего не засрать но это сейчас замотаю парамидом и все я думаю потом будет ничего страшного ну ну и вот это вот здесь потом придется канал его заплавали потому что придет заново просверливать вот самое сложного с каналом с косым сверлением так сказать просверлить никого не день ладно снимаем все я хочу показать что вы видите как пивисты вредят на чугун это не похоже вообще по любому железо причем пилиться как бы довольно тяжело что-то хорошее как а это сталь скорее всего какая-то легированная столь хотя как бы волны обычно чугун я говорится думал будет я вот прочем ну вот так вот я снял одну фасочку здесь получился вот зазорчик то тут как бы положится по месту сейчас вот здесь вот сейчас нас на валу на шейке на самой тоже немножко угол подрежу немножко потому что шейку я же не буду шлифовать так быстро перешлифовывать можно было конечно и понаглее все это дело сделать я прям сверху заварю потом сошлифовать здесь надо аккуратно ну ладно сейчас вот здесь делаем немножко ну вот разделая со второй стороны видите какая фасочка ну глубину конечно туда не проварю наверно столько но троечка электродом постараюсь как можно туда залезть и главное не залезть вот туда на эту плоскость много иначе потом я не знаю что-то куда напильником смургать долго и счастливо получилось сейчас запакованного пара нитиком за обмотаем шеечки часа сварим вытягиваем не потом вот так вот у нас не будет вареной с этой теперь стороны да и вот так когда мужу сварю я все это дело то я вот отсюда прям возьму так этот кусок может даже отсюда немножко короче выпилю совсем это выкину болгарочки до шва до того главное чтобы он не развалился у меня вау и все и начнем тогда уже будем варить мы как раз корень шва будет проварен и получится ладно делаем дальше ну вот так я умотал одну шейку пара нитиком почти не сгорит пара здесь вот чтобы не завязанно тут торчился вот тут чуть-чуть ну и вторую сейчас таким же макаром не летела сильно цилиндра два которых штуки будет реминзи вот бэни руки-катри руки да надо чтобы пострижение не мешало да вот это крышка вот это крышка для струкнула, не надо крышка не ходит крышка не ходит Вставляем валик. Вторую шейку тоже вмотали. Короче, вставляем, вырубаем. Снимаем? Так. Маленько прикрутите. Да нет, тут два хватит. А у нас все равно вал болтается. Все, пока. Так, сейчас я попробую вал перевернуть вот так, чтобы пригореть вал. Тут шевелится, здесь получается. Хопа. Опа. Прямо. И вот получается он встал. Ты много не вложи, надо ему ровно, чтобы стоять. Вот так, вот. Нет, Виталий, он должен стоять четко на валу. Еще надо что-то туда. Еще толще? Ну что-нибудь, чтобы он прям четко, и как я держу. А, вот так вот, все. Вот, все, вот сейчас четко. Все. Вот он сейчас, можно сказать, и наперекос его не дает, он стоит на плоскости. Там, покажи, дай мне. Никуда вниз. Стоит, получается, на плоскости вала. Конечно, может его маленько и перекосоветует. Нет. Вот, судя по трещине в этом шве, он нормально идет. Да? Нормально, да. Вот, как раз и отсюда варить лучше, металл у меня туда не потекет. На эту сторону лучше пусть наплыв будет. Если даже пойдет наплыв. Не знаю, как это буду варить сейчас. Короче, все, сейчас будем пробовать. Так, первый момент, на тебя там светит. Электрод разъем, электрод проверим. Мало. Ба! Чуть-чуть добавим. Так. 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 А сейчас надо как-то прицепиться. Так, вало. Масло. Так. Ну, включай пока. Сейчас, бля. Сейчас, помнение. Да, чуть-чуть туда. О-о-о. О, вот так. Так. Как же не было приварено. Не-не, вряд ли ты держал. Так. Герои вот так-то, да. Идем, он лежит в шейку. Не знаю, как это будет давать. Так, ну вроде кубырь. Кого-то. Пальц свой показывает. Вроде прихватил, сейчас шлак отобьем. Ну вот, прошлись мы. Сейчас, нет, сейчас не будем обливать. Сейчас вам вытащим и посмеемся, что там получилось. Шейку надо придется перематывать, а может и нет. Ладно, вытаскиваем, короче. По идее, сейчас все нормально, он должен крутиться. Но он, нет, не крутится он. Но это, в принципе, фигня. Когда я его буду прожаривать, он там выставится сам, его поведет так, потянуло его куда-то. Видишь? Крутится, но... Закусывает его. Вот, здесь легко пошел. Не, ну правильно, с одной стороны провалил, что ты хочешь. Его по-любому сжало. Вот тут вот где-то он, туго идет. Ладно, все. Не, нафига ты? Пусть это. Да, тут, конечно, много навалил. Как бы, блин. В принципе, нет. На шейку он не залез. Шейка, вот она целая. Паранит сгорел. Обровнять, конечно, придется тут. Вот. Маленько я не доварил там. Но эта часть как раз обчистится. Вот эту надо будет все-таки, придется как-то чистить. Ладно, все. Главное, он держится. Поэтому и повело вот так, немного сложилось. А сейчас мы будем с этой стороны проваривать корень. Так что, я думаю, он будет держаться. По сути, тот шов, он наружный, он потом уберется, весь обточится. Здесь-то я его пройду диском. Но, естественно, там он маленько придется помучиться. Ну, все. И этот также шейку замотаю металлом, только потолще, чтобы не драть саму шейку. Понял? А тут буду узким диском прорезать просто туда. Ну и маленько залезу даже туда, ничего страшного. Ну вот, как-то так. Уже вал целый, уже вал целый. Все, его можно ставить и поехать. Все, сейчас снимаем фаску. Как вот только этот, срезать нельзя. Ну, рубашка пока. Вот так вот делаем. Вот она сама трещина. Сейчас будем сюда расширять бок. Вот так вот делаем, вот она сама трещина. Уже вот точно. Все, вот находит. Вот так вот. вот такая получается у шляпка тут уже трещин нет это вот мы проваривать она как-то трещина как бы блин это это кажется тут не по центрам забуду или кусок убрать отсюда это очень очень нехорошо но там держится только посередке получается сейчас этот кусок убрать и хватило бы можно корень будет прогонять так че надо это что-либо внутри все помнишь это будет очень хорошо давал шевелиться что это вам нагрузку дел на тут и шов как раз так ну ладно сейчас выключаем так ну вот разделали мы фаску там дальше я уже побоялся в принципе трещину видать там не приближай сильно аккуратней чтобы резкость было фокус был сейчас прям не ставлю паковал пройдусь корень здесь один раз и потом я просто вот здесь вот больше на плавали немножко на валут это место грубо говоря вот так чуть-чуть его здесь усилий даже сия там не это каналов как раз вот он пропилил я уже прошел видно с этой стороны с этой но вот канал свердить потом может помучаюсь пару свердил сломаю все будем варить с оба там я там все равно прозволь там же тонкими дал в в в в в в в в ну как то так получается поедем за другим аппаратом мой бывший аппарат там получше варят чтобы он именно уже варить все таки этот хуже или строй все пока вот вроде заварили правда он сейчас не крутится нагрелся весь не знаю может повело короче ждем пока остывает будем вытаскивать его крака подержи перевернуть его на подожди выключи пока сейчас сниму я еще пройдусь разочек пройтись это об этом с этого бока здесь более-менее а его уже от этого не поведет мне кажется он маленько поведенный мы его не можем даже выровнять может кажется понятно ну ладно все короче ждем так ничего хочу сказать не крутится придется сейчас нам выбивать завтра я буду его греть будет как раз вторая серия наверно заварить то вроде заварил на пол поставим удобнее посмотрите страшно слабодерные сразу удаляйте ну идет он на фигу его надо сейчас на проворачивать все пока урваны немножко промажем давай переворачивай я сейчас вот туда наверное буду хреначить так ну рубай пока сейчас а нахер взяла а он не снимал все равно давай давай вытаскивай операции подожди болты чурмая выключи пока как бы посели вроде вкладыш втулка ли живая все тут нормально так ну-ка смотрим вам вырубить слабонервное придется нам перешлифовывать нет ну это вот мы тут уже колотились сейчас он занялся смотри значит вал то мягкие все-таки не сильно уж мы жесткий не сначала сейчас ослаб нет это уже по идее закалка должна кстати так-то целого тут я плоховато из провалил как бы туда надо еще было но с ним еще тут в принципе да фаску пошире делай да вот сюда уже в эту сторону выбрать еще там разок троечка пройтись короче завтра еще будем заваривать так что вот тут вот как получилось это обточиться так что продолжение сериала я думаю будет подписываемся комментируем ставим